Детская и юношеская книга Детская и юношеская книга Детские люди национального проекта «Культура» Наш фестиваль там есть И в этом году он уже 15-й То есть такой юбилейный, можно сказать Что будет? 9 июня к нам в гости Приезжают замечательные детские писатели Елена Ульева Это автор детских книг И не только художественных, но еще и обучающих У нее более 400 различных рабочих тетрадей Для занятия и дома, и в детском саду И ее книги переведены на многие иностранные языки То есть такая она популярная Звезда! Да, звезда! Но второй гость не менее Это Станислав Востоков Помимо того, что он детский писатель Его первая профессия – это зоолог То есть все его книги богаты различными животными И не просто животными, а наблюдениями за животными Интересными подробностями Да, он работал на острове Джерси И наблюдал И у него достаточно такие богатые описания вообще Что как бы, ну, все равно встретишься только, наверное, в научных книгах Ну, конечно, конечно А у него прям в художественных И он в зоопарке работал, когда был маленький Проходил, скажем так, стажировку Поэтому я думаю, что это будет очень интересно 10 июня мы называем его этот день Еще второй день, как краеведческий Наши писатели поедут в гости В город Нягань И Октябрьский район, поселок Униуган Там они тоже встретятся с ребятишками в детских библиотеках Почему именно туда? Мы просто... Это каждый год разный маршрут То есть мы никогда не повторяемся Так-так-так-так-так-так Да, можно сказать так Униугань! Ну, мы очень рады, что у нас есть возможность Не только в городе провести встречи Но и выехать куда-то с писателями в округ Но помимо того, что пока наши гости будут ехать И смотреть на наши красивые пейзажи У нас 10 июня будут тоже встречи с детскими писателями Это Мария Волдина И Светлана Денисламова Александр Семенов И у нас еще пивоварчик Наталья Да, подключаться Но в любом случае это тоже будет очень интересно Мы этому очень рады Это будут какие-то встречи, да? С читателями? Они смогут задать свои вопросы? Конечно Нет, это будут просто вот мы сидим Я рассказываю о том, как я пишу Нет, это будут и творческие встречи И мастер-классы То есть помимо того, что они встретятся с ребятишками Они еще и проведут интересные мастер-классы Каждый по своей тематике Вот по поводу мастер-классов В программе было указано, что будет такой мастер-класс по эмоциям Да Расскажите, как это и что это? Как правильно поржать? У Елены Ульевой У нее есть терапевтические сказки Серия книг Совместно она издает Вообще полезные сказки по эмоциям То есть как правильно Как у нас сейчас Не то чтобы модно А вообще эмоциональный интеллект Для ребенка необходимо его развивать Как, допустим, не обижаться Правильно реагировать на какие-то ситуации Если тебя обидели Или, например, ты кого-то обидел То есть как понять, что Как себя вести в общем вообще в принципе В каких-то ситуациях для ребенка Взрослому-то это, наверное, и так понятно А ребенку иногда это сложно И вот как раз Елена пишет такие сказки Очень интересные И расскажет, покажет, как и применять их для ребяти Как это взоро Мне кажется, это и взрослым будет полезно Нет, взрослым точно будет полезно Но, с другой стороны, очень здорово, что К нам в Ханты-Мансийск Приезжают действительно именитые писатели Со стажем, потому что, ну, это и подчеркивает И фестиваль детской и юношеской книги, да И вчера мероприятие, которое также стартовало Читающая Югра Ну, то есть это очень круто И у детей и взрослых есть чему поучиться Людей извне Но фестиваль Это только лишь встречи и мастер-классы Или можно будет познакомиться, допустим С какими-то еще работами Помимо фестиваля, ну, то есть вот этих встреч У нас еще запланирован круглый стол Это уже будет вечернее время Круглый стол про чтение и про творчество Когда наши писатели становятся спикерами, скажем так И подключаются другие библиотеки округа Подключаются педагоги со школ Где мы обсуждаем проблемы какие-то Может быть, ищем пути решения Это уже для взрослых Для взрослых Как чтение и творчество Как совместить это Для того, чтобы ребенку было интересно И учиться, и читать Это тоже очень важно И главный вопрос Как стать участником этого фестиваля? Просто прийти 9 июня в 10.30 на открытие И остаться Все начнется в 10.30 И плавно перейдет в мастер-классы В творческие встречи Все И 10-го тоже можно сразу же прийти И тоже остаться А там уже 11-е, 12-е, 13-е И, как говорится Плавно перетекающий в день России Да, у нас же каждый год с книжкой на скамейке Мы же все лето работаем с детьми И мы будем очень рады У нас каждый день проходят какие-то мероприятия интересные В разных сферах Это и 3D-моделирование, 3D-ручка Это и конструктор То есть мы постоянно чем-то занимаемся Вместе с детьми развиваемся Учимся Поэтому мы рады каждый день С понедельника по пятницу С 11 до 7 Вообще Государственная библиотека игры Работает Для вас Для вас, друзья Ну что ж, спасибо огромное Спасибо вам большое Желаю вам Спасибо С гостей прощаемся С вами Жумица 2-2,5 библиотечных минут Дождитесь Субтитры сделал DimaTorzok